всем привет рада вас видеть на своем канале прежде чем показывать вещи которые я примеряла в тот день наших секонд-хендах я сначала покажу свою покупку которую сделала в тот день это вот такие черные лакированные лоферы от бренда грейсленд если я правильно прочитала подошва довольно таки массивная они в 35 размере и 1100 рублей они стоят в тот день была новая коллекция скидок не было я очень много ходила пешком в тот день я была в туфлях ноги уже довольно таки были уставшие у меня и когда я вот обула их они были такие мягкие комфортные в общем я решила не раздумывая их купить и хожу сейчас и очень довольна начала я свою прогулку в тот день с евро хэнда этот секонд-хэнд находится на рахово кто не знает всем рекомендую набрала много черных вещей что как-то в последнее время у меня просто тенденция какая-то первый вот укороченный свитер в размере или немного плечо не на месте я его не купила но состав очень хороший который нам отдал этот свитер шведского бренда который присоединился в 2008 году к и чем дэм в общем бренд нормальный я люблю скандинавские бренды далее вот такой вот жакет с аппликации то ли вышивка не поняла это 38 размер и жакет из чистой шерсти чисто шерстяной ну как села на меня мнение понравилось уже к это есть такие массивные подплечники далее я меряю вот такие брюки от next они тоже немножко на бедрах и в складке сверху а внизу брюки сужаются брючки в составе есть вискоза но в основная часть идет полиэстер далее вот такой вот шарфик от маркс энд спенсер хотя раньше они с 50 2000 года они на своих этикеточках писали святой михаил тоже это считалось как знак качества их продукции шарф красивый возможно мужской не знаю но мне мне он понравился я его купила далее вот такой вот бренд это по моему фабричный китай у рубашки у этой удлиненные или это платье халат я не знаю как это интерпретировать с хороший состав катон и вискоза пополам далее еще одно платье вот это вот который я держу в руках тоже в полосочку состав бренд я не нашла бирк но решила все таки это платье померить такая горловина как вот верхней части платье села на меня мне понравилось но нижняя часть мне показал что мне не хватает немножко объема в бедрах для этого что платье села вот красиво и с поясом я померила пояс кстати родное этого платья и без пояса но нет а вот это вот платье кстати на озоне очень много вот этого бренда на озоне очень много продается средняя цена по моему таких вот платьев халатов или удлиненных рубашек я не знаю как это называется 1000 рублей но для дома вот я бы взяла конечно такое платье но в тот день я его не купила хотя мне она даже понравилось полосатая приятная легкая 36 размере это уже я переместилась в планету секонд-хенд дала себе зарок никакого эксклюзива никаких дорогих моделей все пойду по белым ценникам ну вот что нашла первое это стопроцентный кашемировый полувер очень красивого красного цвета но немножечко он конечно ну не сказать что он убитый какой-то но есть катышки есть пару зацепок но видно что ношеный но симпатичный 38 размер сел на меня так вот по фигуре плечо на месте рукав не длинный далее вот нашла тоже еще один полувер знаете у нас уже в секонд-хэндах то есть прежде чем они сортируют вещи и если видит хорошие что-то составе на что-то натуральное хорошее они сразу это выносят ручка пишут на этикетке прям можно даже родную бирку не смотреть все видно на этикетке я увидела мохер шерсть взяла но все равно все это полувер растянутый но цвет очень красивый взяла этот полувер исключительно из-за цвета такого зеленого красивого цвета ну вот далее еще в тот день я все время искал клетку изделия клетчатые но нашла но это платье как-никак но это все-таки эксклюзив так что эксклюзив в эксклюзивные модели я все-таки нос свой засунула дороговато конечно как все все вещи в эксклюзиве клетка такая симпатичная но состав не впечатлил катон половина а половина синтетики и подкладка тоже блестер померила я с плащом который я очень благодарна той девушке которая работает в евро хэнде который мне его посоветовал я купила очень довольна этим плащом хожу прям вот наслаждаюсь очень классный плащ единственное я перешила в нем пуговицы потому что предыдущая хозяйка этого плаща немножко решила его сузить с помощью того что пуговицы немного перешила я их пришел на старое место в общем плащ мне теперь нормально я хожу и довольна далее еще вот нашла мини-юбку от халхубер по моему бренд немецкий тоже клетка но вот как фасон такие большие шлевки для ремня огромные просто такие широкие и карманы тоже такие накладные и имею я эту мини-юбку клетчатую с кардиганом состав у него суперский состав нет не суперский но хороший так я не знаю показывал я этикетку там есть ангора там есть шерсть и там по моему да 10 процентов всего нейлона остальное все вот шерсти ангора немножко колется рукав длинноват сам кардиган тоже немножко длинноват но в красивом базовом сером цвете кардиган так симпатии ну вот мне нравятся такие вещи но я их мало покупаю кардиганов у меня вот нету бренд я не смогла разобрать вот видите на белой этикетке до ангора ламс вот ламс вул шерсть чистая шерсть и нейлон 10 процентов так вот такой вот комплект у меня сложился далее отливайс или левис как правильно не знаю бренд вот такая вот еще черная удлиненная рубашка в размере м 800 рублей не эксклюзив принт мне совершенно не понравился и вообще вот этот черный цвет на этой рубашке тоже хотя удлиненной рубашке мне нравится до шлевка такая и знаете из ниточки вот чтобы ремешок туда просовывать с одной стороны это нитевая шлевка была порвана ну вот вышла вам показать в разных ракурсах пытаюсь показать показать и сама рассмотреть эту рубашку но было бы если бы со скидкой с хорошей возможно я бы я даже купила но такая она свободная рукав не длинный не на мне но принт совершенно не понравился какие-то спички там или палочки какие-то ну нет принт вообще но и цвет тоже какой-то черный такой вот далее картикан от марка пола вергинская шерсть по моему написано да я нашла вот наткнулась в интернете вот на тут вот девушка молодая в джинсах в рубашке в джинсовой и вот в аналогичном кардикане на мне конечно он сидит так скажем по старушке как-то на мне по крайней мере так кажется я смотрю на него думаю может ремень какой-нибудь одеть или может также на распашку от совсем его далее вот у меня был улов прямо на картиканы далее еще один картикан вот этот кстати бренд это чуть ли не прям очень дорогой бренд я посмотрела на сайте кардиганы стоят более 100 тысяч рублей кстати он такой вязанный красивый с рюликсовой ниткой состав в составе что там составе там ой забыла я в состав да это вот юбка мини юбка состав полиэстер но юбка мне понравилась вот с этой юбкой и футболкой я померила этот картикан когда я его держала в руке он был такой увесистый и вы знаете там такие интересные вот крючочки мне кажется это пришили это не родные крючочки с этой моделью мне кажется это вот тоже хозяйка предыдущая которая возможно отдала его в секонд-хенд наверное сама их нашила эти крючочки чтобы он не распахивался я очень долго раздумывала брать не брать как плечевой шов мне на мне вот мне кажется некрасиво но интересная модель мне этот кардиган понравился забыла я состав какой там натуральный состав не помню показывал я этикетку или нет это не кармашки вот эта имитация какая-то просто но он такой тяжелый добротный кстати изготовлен в мексике а вот этот бренд американский очень дорогой трикотажный он такой этот вот видите жакет да долго крутила вертела и не купила далее вышла я когда уже из примерочных наткнулась на вещи вещи которые хотели подвесить в эксклюзив ну вот как ни говори набрала вот с этой стойки эксклюзивных хоть и говорила себе нет не возьму но набрала все равно вот сейчас я вам покажу эти вещи первое это свитер такой полосатенький в составе шерсть да и акрила очень много 70 процентов акрила кстати когда много акрила лучше вещь не брать потому что она быстро очень выходит как бы строй мне понравился спущенный плечевой шов очень понравился рукав на месте горло мне понравилось как прилегает к шее но то что вот акрил и вообще в расцветка серая с черным тоже неплохо им как по мне вот так что вот такой свитерок что я хочу сказать я вообще в очередной раз хочу сказать что я не составляю комплекты в секонд хэндах я просто беру вещи и просто показываю вам их по отдельности как бы то есть то что я нахожу уже в примерочной я эти вещи просто развешиваю смотрю с чем бы мне какую вещь померить а как таковых комплектов я не составляю поэтому некоторые пишут новые комплекты как и ужасные я не составляю луки комплекты просто показываю каждую вещь и чтобы быстрее было показывает вот в паре друг с другом вот рубашка такая интересная такая рубашка она застегнута как бы как пола застегивается не до конца у нее застежка только на груди рукава пышные рукава на резинке здесь крылышки и сжатая ткань такая сжатая и ткань в клеточку красный цвет такой приглушенный красный и черная мелкая клетка рубашка такая рубашка это или что это я не знаю но рубашка наверное да она удлиненная на меня удлиненная ну молодежный мне кажется такой фасон у нее но оригинальная крылышки такие одно крыло у меня торчит другое понурилась так внизу далее вот такой топ от юга босс тоже не стоит увеличивала да там поле а полиамид по моему и вискоза 30 процентов всего вискоза и акрил по моему там то есть вещь можно сказать тоже по составу не ах но как села она на меня мне понравилось еще кроме черного цвета вот в последнее время мне очень нравится вот такие вот серебристые белесые такие вот она вот цвет мне понравился и как села на меня вот это вот блуза футболка блузка она еще такая знаете на видео не видно там есть такие вставки немножко потемнее основной ткани которая из состоит вот это изделие есть такие по бокам вот вставочки такой поблескивающие изделия симпатичная и еще нашла шикет вот такой вот говорю в это в тот день мне почему-то понесло прямо на жакеты в составе там шерсть он очень приятный такой немного тоже красивая ткань такая немножко поблескивает ворсистенькая такая пуговицы страшные хорошо что здесь вот планка с пуговицами скрыта потому что белый пластмассовые страшнющие пуговицы там прорезные карманы жакет по фигуре длина ну что это такой ну чуть ниже середины до петра наверное да немножко нужно короче а так симпатичный довольно таки песочного цвета ванилия бренд я пытаюсь показать саму ткань фактуру как она смотрится вообще ну вот такой вот жакет и это еще не последний жакет я вышла из примерочной повесила все вещи на свои места откуда я взяла на ту стойку с которой будут подвешивать вещи в эксклюзив и наткнулась еще на сен жакет также эксклюзивная модель в составе вот конкретно этого жакета есть шок ну наверное это меня и сподвигло его взять в примерочную вот там плестер шерсть плестер шелк вот да я вспомнила по моему в том жакете который был предыдущий песочный по моему там есть пять процентов кашемира даже и шерсть еще вот такой вот жакет с такой знаете махнушечкой по краю думаю что скоро меня я приобрету какой-нибудь себе жакет потому что что-то мне хочется прям вот так все еще показываю вам кафешку кофейню наверное скорее который в которой я побывала в тот день я кофей не увидела в инстаграме думаю какой же ну яркая дай-ка я туда схожу да я пилая там раф вот видно там вот у них есть раф я так поняла отличается тем что там атом капучино то что они на сливках делается вообще я не любитель кофе я только люблю его вдыхать нюхать как арома а вот так по себе ну вот такой кафе находится адрес его высокая 3 интересный атмосферный приятные люди вкусный кофе на этом все я с вами прощаюсь до скорых встреч всех целую всем пока